Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 3 февраля Максимов день. Преподобный отец Максим, исповедник, считается утешителем в обидах и помощником в бедах. В этот день принято вспоминать добрым словом людей, Когда-то пришедших вам на помощь. Максиму молились о заступничестве вдовы и сироты. Сам Максим получил серьезное научное образование. Он основательно изучил философию и богословие, Достиг высокой славы своей мудростью и был уважаем даже в царских палатах. Сегодня отмечают день ангела обладателей имени Максим. Хозяйки для этого случая выпекали пироги с начинкой из мяса, яиц, грибов, рыбы. Пирогами угощали не только членов семьи, но и нищих. Сегодня было принято мириться с теми, с кем были в ссоре. Даже ходили в церковь и молились о мире, просили помощи в сложной ситуации. Считалось, что если сегодня помолиться Максиму Греку, Это другой святой, который правил на Руси церковные книги, За дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Часто ему молились девушки на выдание беспреданного, Сироты, обездоленные люди, чтобы их жизнь удачно сложилась. Был и такой обычай. Если возникла трудно разрешимая проблема в жизни человека, То сегодня надо было пойти в лес, отыскать там березу, Прислониться к ней и как самому лучшему другу рассказать обо всем, что тревожит. Как правило, по дороге назад верное решение приходило само собой. Приметы. Ясная погода сегодня, жди затяжных морозов. Если на Максима запланированная встреча не состоялась, это к добру. Бог от худого отвел. Если сегодня сотворишь доброе дело, оно обязательно вернется. Если сегодня супруги возьмутся за руки и стряхнуть снег с дерева, Который растет в их дворе, это к семейному процветанию и счастью. Кстати, сейчас я вам скажу очень важную информацию. Опять-таки, об этой информации вы нигде не слышали. Это будет, я так думаю, идти впервые от меня. Вот, поговорим немножко о восстановлении позвоночного столба. Все рассказывают, что, мол, там позвонки надо там восстанавливать. Вот межпризвоночные грыжи, вот диски плющатся и так далее. Там направлено на то, чтобы с помощью мышечных там усилий разного рода вот мышцы, которая оплетка такая позвоночного столба, вот ее надо укреплять. Ну, а с одной стороны, это правильно, правильно и верно. Но, а вот как работать над межпозвоночными дисками? Об этом что-то особо никто и не рассказывает. Вот, межпозвоночные диски, которые находятся между позвонками. Такие эластичные волокнистые образования, которые существуют и, можно так сказать, кормятся за счет того, что во время той же самой ходьбы, вот смотрите, я иду, той же самой ходьбы происходят вот такие вот как бы сказать, вибрационные действия на позвоночный столб. Он имеет свою собственную кривизну, которая, как рессора, гасит разного рода колебания во время ходьбы. И в то же время вот эти межпозвоночные диски от этих всех колебаний они получают импульсы на сжатие. Вот, допустим, вот такой шаг сделал. Раз, сжалость, да? А потом вверх за счет эластичности они, значит, распрямляются и омываясь окружающими жидкостями, в которых находятся питательные вещества, они тем самым получают свое питание ну, что-то... Ну, хорошо, закрыто, закрыто. Значит, получают свое питание, благодаря которым они поддерживают себя в здоровом, рабочем состоянии. Что получается в обычной жизни? В обычной жизни получается следующее. Нагрузки на межпозвоночные диски нет. Человек сел или лег. Все. Этот диск, он находится в одном и том же состоянии, то есть он не сжимается, не расширяется, то есть вот этого нет. А он находится в этом. В среднем состоянии, значит, насасывающей действия питательных веществ в тело межпозвоночного диска нет. А раз нет, значит, и питания особо нет. А питания нет, значит, что идет? Идет деградация, разрушение, старение, созревание, уплотнение и разрушение. так кратко и понятно, я сказал. Поэтому именно ходьба позволяет нам их, ну, будем говорить, содержать в нормальном, здоровом состоянии. Вот, допустим, у меня болела спина в свое время. Естественно, там ходить было трудно и прочее, прочее. Значит, что я делал? Для того, чтобы облегчить движение там в поясничном отделе, я одевал пояс штангиста, который, как мышечный корсет, держал мою поясницу многострадальную и ходил. Значит, боли, по крайней мере, уменьшались в поясничном отделе от того, что я подпоясан был ремнем. А зато вот эти вот, все эти вибрации на межпожвоночные диски, они сохранялись. И помню, я походил, походил так где-то месяц, может, чуть меньше, может, чуть больше, ну, примерно так. Не все быстро делается, как мы думаем. Разрушить можно быстро, а вот собрать все здоровое состояние требуется гораздо больше времени. Так вот, я заметил, что вот от этой ходьбы у меня со спиной произошли такие хорошие положительные изменения, что я потом уже и оставил ремень и стал ходить. То есть, регулярно ходьба, встали, и первым делом, если у вас побаливает спина, значит, вы особо не завтракаете, не еще что-то там делаете, а вы работаете над собой. Над собой любим, над собой любимой. Оделись по погоде и пошли. Как правило, занятие такой ходьбы должно длиться ну, примерно не менее 30 минут, а там уже где-то час, полтора, это будет отличная нагрузка в течение часа. Более того, когда вы идете, у вас совсем другое настроение. Кстати, ходите где-нибудь в парке, подальше от людей, подальше от этой суеты, чтобы окружающая вас обстановка навевала соответствующие такие мысли расслабляющие, окрыляющие, вселяющие радости, а не просто какую-то там заботу, еще что-нибудь там. Вот это тоже важно. И, кстати, все эти эмоции оказываются, почему у нас страдает позвоночник, особенно там поясничный отдел, особенно поясничный отдел, ну, суставы, отчасти там. Да потому, что у нас имеются мышцы, мышечная оплетка вот эта вот, которая поддерживает позвоночный столб, чтобы человек не упал. статический. А вот там, допустим, большие вдоль позвоночника мышцы разгибатели спины, ну, это уже там для чего-то там такого поднятия тяжести, грубо говоря, совершения движений и так далее. Так вот, о мышцах, которые представляют собой оплетку позвоночника и поддерживают ее в статическом состоянии, то есть, они постоянно напряжены. Постоянно напряжены. Более того, в этой же области поясницы находятся у нас запирательные мышцы, можно так сказать, клапан, жом по-научному, который запирает мочевой пузырь и жом, который запирает прямую кишку. То есть, эти мышцы постоянно напряжены. Как только они расслабляются, вот человек уписывается или укакывается. Вот. Поэтому все наши какие-то эмоции, заботы, какие-то такие мысли, знаете, тревоги и все, что это, все такое, можно так сказать, оседают вдоль позвоночника, особенно в области поясницы и приводят к еще большим спазмам, к сжатию у нас и в тазобедренных суставах в том числе. у нас перестает нормально работать эти мышцы из-за того, что они находятся в таком спазмированном состоянии. Они, знаете, не расслабляются. Они вот сжались и все. Так вот, опять-таки, за счет ходьбы мы даем такую нагрузку, которая за счет вот этих вот таких протрухиваний, инерционных усилий, которые возникают, вибрации, толчков, способствуют нормальному питанию, напряжению, расслаблению и в итоге нормальному состоянию наших этих мышц и те спазмы, которые приводят к инвалидности, спазмы в сумке тазобедренного сустава, что потом возникают такие боли и человек перестает ходить ну и поясница там зажимаются все эти нервы, начинают ногу тянуть и болеть. Все это потихонечку уходит. Опять-таки, чтобы работать над этим, надо знать эти особенности. Понимаете, надо их знать, надо их понимать, надо их чувствовать, что за процессы идут у вас в районе поясницы, тазобедренных суставов, шеи там, грудного отдела, плечевых суставов. Ну и тогда можно подобрать соответствующие упражнения, соответствующие процедуры, соответствующий распорядок жизни, который бы способствовал тому, что вы можете от всей этой, от всех этих страданий, страдания, кстати, патология переводится как страдания, от всех этих страданий избавиться, а пациент это страдалец, понимаете, из страдальца вы станете здоровым человеком. Вот, кстати, смотрите, вот это грачи или вороны. Вот, мне кажется, что все это грачи. Нет у них докторов, больниц, вот это, знаете, какая-то ненормальность была создана и пошло-поехало. Вот, поэтому лишний раз посмотрите на братьев наших меньших, как они вот живут, постоянно в движении, постоянно в ходьбе, постоянно голодные, ищут что-то. и вот это как раз поддерживает их в здоровом состоянии. А у нас сытость, обездвиженность, казалось бы, сытость и обездвиженность предпосылки для того, чтобы у вас было крепкое здоровье, вы сыты, мало двигаетесь, зачем вам там двигаться. А нет, оказывается, это ненормальная жизнь. Должна быть движение должно быть разумное такое голодание, короче, такой умеренный образ жизни, который бы поддерживал ваше здоровье. Поэтому хотите вы того или не хотите, человек представляет собой кусок мяса, кусок мяса, по которому движется жидкость. вот если этот кусок мяса сокращается и расслабляется, все нормально. Если он лежит пассивно, ничего здорового в нем не будет. вот такие это дела. Поэтому ходьба король, король упражнений считается, не беха, ходьба. Король упражнений для того, чтобы поддерживать организм в здоровом состоянии. Мы с вами поговорили о здоровье позвоночника, о здоровье межпозвоночных дисков, что особенно важно. Вот. Которые не знают, как тренировать и которые разрушаются. Да, давай мы тебе что-нибудь вставим вместо них. А там уж как получится. Получится, ну нормально все. Как говорится, сустав вставили, что-то променяли, да нормально. А другие не знают после, как как сесть на унитаз, как ходить. Такие вот осложнения возникали.